Слава Богу! Слава Господу! Бог благ! И вы знаете, потому что Бог благ, я, например, принял решение, раз Бог благ, я буду радоваться все время. А кто-то спросит, пастор Геннер, а у вас бывают проблемы? Да. А сложности? Да. А трудности? Конечно. И вы будете радоваться? Да. А почему? Потому что Бог благ. Если Он благ, значит, Он мне поможет, Он даст выход, поможет мне решать, во-первых. А во-вторых, если я расстраиваюсь, что от этого выигрываю? Ничего. И я пришел к выводу, в жизни надо радоваться, потому что Бог благ. Аллилуйя. Третья причина, почему я радуюсь. Я пришел к выводу, что когда я грустный, расстроенный, я не творчественный. Я не творческий. Все мое творчество, умение думать, придумать, получить новую информацию от Бога или идеи. И пока я расстроен или я грустный, у меня такой способность куда-то исчезает. И я понял, радоваться важно. А вы скажете, пастор Генн, а чего вдруг нужны новые идеи, мысли, плане от Бога? А потому что Бог желает, чтобы ты творил то, чего ты никогда еще не творил. В это новое время, в новом году, в 2022 году, Бог ожидает от тебя, чтобы ты творил то, чего ты никогда еще не творил. И Он даст тебе силу, Он даст тебе способность, но нужно, чтобы с твоей стороны было решение. Давайте послушаем эту проповедь. Твори то, чего никогда не творил. Новый год – это новая возможность делать, строить или достичь что-то новое. Бог учитывал годы. Он даже говорил народу, один год, два, три, четыре, шестой год я вам дам благословение, урожай на три года сразу в один год. А потом в седьмой год вы ничего не делаете, а в восьмой вы сеете и собираете урожай в девятый. То есть Бог считал годы. Поэтому Бог уважает нас, когда мы считаем наши годы мудро. И Бог всегда, когда Он что-то хочет начинать, Он всегда просил человека делать что-то новое. Когда Бог хотел приносить благословение на землю через Аврааму, Он попросил Аврааму оставить землю своих отцов. Потому что Он хотел начинать через Аврааму что-то новое. Когда Бог призвал Моисея, Моисей бросил вызов фараону. Он первый, кто такое сделал. Ибо Бог собирался освободить израильский народ из Египта от фараона. Гидеон бросил вызов целой армии мадьянитян. Библия называет, что они были как муравьи. Это то, чего никто никогда не делал. Это потому что Бог собирался освобождать их от мадьянитян. Поэтому, если хочешь чего-то нового, то будь готов всегда делать то, чего никогда не делал. Вот пытаясь показать вам, как Бог работает с человеком, когда он создаёт всё что-то новое, мне очень понравилась история Ноя. Бог решил через Ноя начать новый план развития земли. Бытие 6 глава 5 по 8 стих. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своём. И сказал Господь, истреблюсь лица земли человеков, которых я сотворил. От человека до скотов. Гады и скоты пострадали птицы за человека. Они ни в чём не виновны. И небесник истреблю, ибо я раскаялся, что создал их, потому что они были созданы для человека. Ноя же обрёл благодать перед очами Господа. Заметите, что Бог решил уничтожить. И вот, когда он планировал уничтожить, и тут Ноя сидит, поёт песню. «Господь, пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться. Аллилуйя!» И Бог думает, как же я могу его уничтожить? Есть сила в праведности. Бог стёр лицо земли. Но праведность защитил Ноя. И ты сегодня имеешь праведность от Бога во Христе. И вы думаете, что праведность, которую мы имеем сегодня, она слабее той, которая была в Ное? Она ещё больше, потому что эта Божия праведность нам передана. Бытие 6 глава. Из 13 стиха написано так. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришёл перед лицом моё, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их из земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолёю внутри и снаружи. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Всё, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдёшь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жёны сынов твоих с тобою». Заметите, что Бог решил начинать всё новое. А вот в Бытие 7.4 написано, «Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю, сорок дней, сорок ночей, и истреблю всё существующее, что я создал с лица земли». Давайте посмотрим. Бог хочет землю развить по-новому. Она уже создана, но надо его обновить. И он нашёл для этого Ноя. Давайте посмотрим на диалог Бога и Ноя. Чтобы мы поняли принципы, как Бог даёт нам творить новое и строить новое. Первое. Бог говорит Ное, «Будет дождь». Для вашей информации, то этого времени на землю никогда не падал дождь. И когда Бог говорит Ное, «Будет дождь», у Нои есть приблизительное понимание, что это такое. Он никогда не видел. Потому что Библия говорит, что в это время земля орошалась, просыпаясь утром, если вы когда-нибудь проснулись утром, весной, осень, может быть, осень. Вы увидите, как трава мокрая. Это не дождь было. Это земли. И тогда земля так орошалась. И Бог говорит, «Будет потоп». Потоп? Что такое потоп? Помнишь, речка там? Да. Представляешь себе, что вода поднялась? Да. И поднялась, стала выше наших домов, выше горы. Как? Такое и бывает. До этого не было. В жизни Ное потоп. С момента создания человека Адама не было. И дальше. Строи ковчег. Ну, Ноя, наверное, дом свой построил. Да, что может быть? А ковчег, он никогда не видел ковчег, он никогда не видел, не строил ковчег и никогда не слышал о ковчеге. Собирай всех животных и гадов, но и никогда зоопарки не создал. Теперь он должен их все собирать со всего мира. Заметите, все, что Бог попросил Ноя, все было впервые, все было новое, не было нигде повтор. Чтобы спасти себя и свою семью и исполнить новый план Божьей земли, Ною для Пан пришлось делать очень много нового и незнакомого. Большие дела не делаются, если мы делаем только знакомое. Я понимаю состояние неуверенности, состояние неопределенности, состояние неуточненные планы. Но, поверьте мне, в этом суд Божьей строения чего-то большого. Что радостно, когда Бог у нас просит что-то новое, Он собирается включаться в процессы. И Он сам будет двигать эти животные. Он сам будет двигать эти гады. Он сам будет помогать. Он даст план, возьми такое дерево и такую смолу. Оно сработает. Когда мы говорим Богу, да, Он поможет и подскажет. Но без нашего да, нету подсказки, нету содействия. От тебя Он давно ждет твое да. К евреям 11.7 Библия говорит так. Верою, но и получив откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Но и строю новое. Первое. Откровение. Скажите со мной. Откровение. Это или откровение, или информация от Бога. Что такое откровение от Бога? Что такое информация от Бога? Первое. Это то, что ты видишь внутри себя. Многие люди ищут. Где же откровение от Бога у меня в жизни? Что-то вложено. Что ты видишь внутри себя. Ой, пастор Генри не спрашивает. У меня я вижу такие грандиозные вещи. Но это же невозможно. В том-то и дело. В том-то и дело, что Бог с этого начинает. Второе. Это то, что горит внутри тебя. Горит это значит. Вот, например, я стою, молюсь. Я могу молиться о чем? О президенте. О премьер-министре. Я заметил. Молюсь за президента. А во мне горит спасение души. Понимаете? Молюсь за премьер-министр Ашмихал. Господь благослови. Министр здравоохранения. И я молюсь за здравоохранение. А во мне я вижу крусейд. Я вижу исцеление. Я вижу церковь огромная. Я вижу город Киев. Третье. Что приносит тебе чувство оживленности? Я никогда не вижу в себе, что у меня какая-то... Бывает усталость. Да. Мини-депрессия. Ты наслушался информацию, на тебе наехали. Что-нибудь такое, что-то не так, как хочется. Подвел кто-то. И как-то становится грустнее. Ожидал чего-то от кого-то и не состоялось. И потом мне дают какую-то информацию. И есть какие-то информации, которые я обнаружил. Когда они ко мне приходят, у меня радость. Без объяснения. Возвращается радость. Оживленность. Я живой. Я хочу бежать. Что дает тебе такие чувства? Это информация от Бога к тебе. Это твое. Это откровение Божие. Чем тебе заниматься? Бог что-то вложил в тебя. Масштабного. Нового уровня. И Бог просит тебя. Скажи мне да. На все, что я вложил в тебя. Притом не всем Бог вложил в церковные дела. Некоторым людям ваш ковчег, который Бог поручил, это не церковные дела. Некоторые из ваших, когда мы слышим то, что Бог вложил в вас, мы скажем, ты уверен? Не уверен, но вложил. Ты сделаешь? Не знаю как, но вложил. Поэтому не обязательно знать, как. Но говори Богу да. Но и строю от голоса Бога, который ему говорил. И он слушался призванию и направлению. Но и построю от веры. И сказал Богу. Получится. Исполню твое предназначение. Скажите, исполню. Важно всегда вернуться к оригиналу призвания. И там создать масштабы твои. Каждый год приходит много чего нового. Но помни, к чему Бог тебя призвал. И создай чего-то нового в своем призвании. Чего-то нового в Божьем поручении. Новые масштабы в том, что у тебя уже есть. Вера – это упование на Бога и доверие Ему. Делаю, хотя не понимаю, как. И все, что Бог ты мне поручил, не понимаю. Это всегда то, как с Богом можно строить новое, другое, сильнее и лучшее. Когда Бог строит, Он строит, учитывая твою историю. Но и оказался праведным. Праведность Ноя не показал в день потопа. Это было образом жизни Ноя. Ноя праведный. Ноя слушался Бога. В том была и выражена его праведность. Ноя трудолюбивый. Если бы эти качества не было бы в Ное, Бог не мог бы строить через него ковчег, собрать животных и гадов и терпеливо сидеть в ковчеге 40 дней. Бог всегда строит на том добром, что ты делал в предыдущие годы. Бог есть Бог истории. Бытие 8 глава 15 по 22 стих. И сказал Бог Ноя, «И сыновья его, и жена его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, все гады, все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И что сделал Ноя, когда он вышел? И устроил Ноя, жертвенник Господа. И взял из-за всякого скота чистого, и всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвенники Господа». Заметите, что Ноя почти у Бога. Как? То есть, первое, что Бог Ноя сделал, когда он вышел из ковчега, он построил жертвенник. Выражая поклонение Богу, выражая почтение к Богу, то есть, сделать Бога своим приоритетом, выражая благодарность Богу. Ведь из умерших в числе них мог быть со мной. Он мог быть тоже. Не забывай твою благодарность Богу. Потому что, когда мы благодарим Бога, поклоняемся, Библия говорит, Богу обнял благоухание от жертвы, которую Ной принес. Если мы хотим творить нового, строить нового, чего не было, надо менять запах с нашей жизни. Какой желаемый запах в нашей жизни? Запах поклонения, запах жертвенности, запах послушания, запах почтения, запах посвященности и верности, запах веры и любовь, запах прощения, запах радости, запах поощрения людям, запах вдохновения других людей, запах «я никогда не сдамся», запах молитвы, запах ходатайства, запах участия в делах, запах служащего сердца, запах «я первый приду», запах «куда пастора попросить, я побегу», запах «я Христовый», запах «я хочу увидеть Царство Божие расширяющийся». Какой будет запах от твоей жизни? Слава Господу! Я узнал, что, оказывается, не Бог меня догоняет, а я Его догоняю. Каждый раз, когда я думаю, ого, я опередил Бога, я тут новое что-то придумал, и Бог мне скажет, а я это пять лет тому назад ждал от тебя. Как? Как? Оказывается, мы всегда отстаем от Божьих планов. Не Он отстает от нас. Поэтому в жизни двигается как можно быстрее, как можно сильнее, как можно дальше. И то ты Бога не догонишь. Заметите, Он желает помочь тебе творить то, чего ты никогда еще не творил. Например, может, ты никогда не получил исцеление от Бога? Сегодня твой день. Или ты никогда не молился за кого-то, и Он получил чудо? Начинай в этом году. Давайте посмотрим несколько свидетельств людей, которые получили уже чудеса от Бога, чтобы ты вдохновился, и ты принял свое. Давайте посмотрим. У Оксаны на протяжении долгого времени была острая боль в шейных позвонках из-за их смещения. И во время молитвы боль ушла, и также почувствовалось, как будто бы шея выровнялась. Ты можешь двигаться, и не болеть. Вообще ничего. А чего ты плачешь? От радости. Тебя смотрит на тебя весь мир, и ты плачешь. Спасибо тебе, Господь, за это. Валентина на протяжении пяти лет сутулилась из-за боли в спине. Сейчас во время молитвы она может полностью прямо стоять. Вы сутулились из-за боли в спине? Не могла выпрямиться. А сегодня? Ну вот вы видите, как я сейчас стою. А вы первый раз на такое служение? Ходила раньше, только не к вам. Сюда к нам первый раз? Первый раз. Боже, спасибо тебе за это. Алене две недели назад поставили диагноз протрузии шейного и грудного отдела. Сейчас во время молитвы боль ушла. Где была боль? В спине. Крепте. И врачи поставили эту диагноз? Да, да. Они говорят, что как давно этот диагноз был? У меня где-то два года уже. Уже два года? Да. И во время молитвы боль ушла? Ушла боль, Женя. То есть, если бы протрузия еще была, должна была быть боль. Боль только уходит, когда ее нет. Ты можешь вот так? Да. И нету боль? Нет. Боже, спасибо тебе за это. Последние три года у Дианы двоилось зрение. И во время молитвы оно пришло в норму. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте. У тебя двоилось зрение? Да, было две картинки. То есть, ты смотрел на людей, их было два? Да, как силуэты такие два. А сейчас? Сейчас одинарное. В какой момент стало четко? Под конец молитвы. Под конец молитвы. Сколько тебе лет? 21. И вот это раздвоение зрения было сколько? Три года. Три года. Боже, спасибо тебе за это чудо. Слава Богу. Иисус Христос воскресший и живой. Он своей чудесной силой прикасается к людям. Каждое Его прикосновение приносит исцеление, восстановление и освобождение. Так здорово, так хорошо. Когда Бог творит чудеса среди людей, это говорит о том, что Бог не изменился. Он вчера, сегодня, вовеки тоже. И Он хочет творить чудо и для тебя. Но самое первое чудо, главное, которое надо, это принять Иисуса, получить жизнь вечную. Если ты никогда еще не покаялся, Иисус не твой Господь, и ты хочешь покаяться, то я хочу помолиться с тобой. И Иисус войдет в твое сердце, и ты станешь Божьим дитем. Если ты желаешь, давай я помолюсь с тобой. Скажи со мной эту молитву. Скажи, Отец Небесный, прости меня, ибо я грешник. Я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за меня и воскрес из мертвых. Во имя Иисуса. Аминь. Если ты молился молитву искренне, Бог простил тебя. Теперь я хочу молиться, чтобы ты получил свое чудо, и Бог дал тебе силу творить то, чего ты никогда раньше не творил. Господь, я благодарю тебя. Во имя Иисуса. Я запрещаю всякие болезни и немощи. Я провозглашаю исцеление и чудо в жизни каждого, кто слышит мой голос. Я говорю, полностью буди силен во имя Иисуса и прими силу от Бога, мудрость Его, понимание от Него, чтобы творить то, чего ты раньше никогда не творил во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу! Какая радость была с вами сегодня быть. Еще раз с Новым годом, с Рождеством Христовым. Пусть вас Бог благословит. Субтитры подогнал «Симон»!